Всем привет! Это обзор Лего и его аналогов от Клинкрасный и сегодня у нас новостной выпуск. Лего радует анонсами новинок на ближайшее полугодие. Давайте посмотрим, что нас ожидает уже это весной. Набор Лего Марвел 7.6.10.8 по фильму Тор, Любовь и Гром. Количество деталей 564, цена 50 долларов. Дата выхода 26 апреля. Да, возрадуются фанаты Марвел. Лично мне набор в принципе понравился, но конечно не без изъянов. Набор представляет из себя лодку ладью с козлами. Интересно, что козлов сделали из деталей систем, но как по мне с брюшком они явно переборщили. Постройка ладьи реально выполнена очень удачно. Лично мне напомнила очень старую ладью по викингам. К сожалению, нам не дослужили сделать отдельные щиты, это всего лишь круглые тайлы. Но в целом я думаю довольно играбельный и полочный набор. По мини фигуркам. У нас новый Тор. Мне нравится такая расцветка, плюс добавили волосы, которые надо было изначально вставлять. Могущий Тор. Это Джейн Фостер, которая примет на себя роль женщины Тора. Фигурка первый раз встречается в Лего и с примечательным у нее очень интересный шлем с волосами. Корк. Ранее уже встречался. У него новые принты на торсе и небольшая меховая накидка. Валькирия. Также ранее уже была. И у нее тоже обновлены принты и другая форма волос. А вот фигурка Гора абсолютно слитая. Единственная фигурка, у которой нет принтов на ногах. Даже плащ не докинули. Обидно. Набор серии Лего Марвел Супергероя. 7.6.219. Мех Спайдермена и мех Гоблина. 296 деталей. Цена 20 долларов. Выйдет 1 апреля. Набор, состоящий из двух мехов. У нас снова мех Человека-паука, который был не так уж и давно со старой фигуркой Человека-паука. И новый противник Гоблин. Мех Гоблина довольно интересный и представляет интерес для разборки на детали. А вот мини-фигурка Гоблина потеряла принты на ногах. Видимо, это связано с тем, что ранее он встречался в более дорогих наборах, и Лего не хочет терять его коллекционность. Набор Лего серии Гейминг. 7.6.989. Horizon Zero Dawn Tall Neck. Количество деталей 1022 штуки. Цена 80 долларов. Выйдет в мае. Набор представляет из себя машину коммуникационного класса. Это винетка небольшого формата, на которой находится довольно высокая постройка. Очень хорошо проработан дизайн планеты. Из мини-фигурок единственный играбельный персонаж в серии Horizon. L.I. Фигурка получилась отличная. Волосы являются уникальной деталью. Также сборная фигурка наблюдателя из деталей System. Думаю, что данный набор на определенную аудиторию, которая возьмет его в свою коллекцию. Набор Лего 10.299. Стадион Сантьяго Бернабео. 5876 деталей и цена 350 долларов. Выйдет 1 марта. Честно, не понимаю, для кого предназначаются такие наборы. Это уже второй стадион в формате Лего. Мне кажется, не каждый фанат футбола купит его себе и будет им любоваться. Серия Лего Мир Юрского периода представила новинки на новое полугодие, приуроченное к выходу очередного фильма. И безусловно, флагман данной серии набор Лего 76956. Побег Тирекса. 1212 деталей и цена 100 долларов. Выйдет 17 апреля. Мне, как фанату конкретно первой части фильма «Парк Юрского периода», набор очень понравился. Это проработанный коллекционный набор, который хочется просто поставить на полку и любоваться им. Спорный вопрос, конечно, стоило делать Тирекса из деталей систем или же полноценной фигуркой, но мне он показался довольно похожим. Хотя, может быть, я что-то бы изменил. Отличные стилизованные автомобили. Забор и лиственные декорации. Фигурки также хороши, а Лангран получился даже слишком похожим. Ян Мальком также шикарен. Но и детишки в грязной одежде также не подвели, хотя ранее уже встречались. Возможно, стоило докинуть принты на ноги. В общем, набор шикарный. Набор Лего Мир Юрского периода 76946. Блу и поимка бета-велоцираптора. 169 деталей, цена 20 долларов. Набор представляет из себя классический сюжет вагоне. У нас очередной велоцираптор Блю и его маленький дизеныш. В наборе две мини-фигурки. Набор 76945. А троцераптор Погоня на мотоцикле. 167 деталей и цена 20 долларов. Снова Погоня. А куда деваться, это же динозавры. У нас небольшая постройка, связанная с загоном для маленьких велоцирапторов. Из мини-фигурок новый динозавр от троцераптора. И две мини-фигурки, одна из которых Оуэн. 76950. Нападение троцерапопса на пикап 210 деталей и цена 40 долларов. Выйдет 17 апреля. Довольно простой набор, но выигрывает за счет шикарной фигурки троцерапопса. Очень крутая расцветка и шрамы выглядят реалистично. В наборе четыре мини-фигурки, две из которых главные персонажи Клэр и Франклин. 76951. Перевозка пирораптора и дефолозавра. 254 детали. Цена 40 долларов. Выйдет 17 апреля. Снова машина и ящик для перевозки. Из новинок пирораптор, который также получился восхитительно. Из мини-фигурок постаревший Ян Мальком и Али и Охранник. 76947. Кецалькаатль. Нападение на самолет. Просто за то, что я выговорил это название, можно уже поставить лайк данному видео. Я уже говорил, что все наборы мира юрского периода связаны с нападением. 305 деталей. Цена 40 долларов. А вот это действительно что-то интересное. У нас интересный самолет. Не помню, чтобы такой был в серии Сити. И новая фигурка летающего динозавра. Примечательно, что у него двигаются крылья. Но голова, к сожалению, нет. Так что поставить фигурку не получится. И три мини-фигурки. Снова Оуэн, Клэр и Кайло. 76948. Побег от Трецераптора и Тиранозавра. 466 деталей и цена 80 долларов. Ну, в этой серии либо побег, либо нападение. Тирекс с новой раскраски. И новый от Трецераптор также в другом цвете. Довольно простая постройка, ничем не примечательная. И небольшой фургон. Четыре мини-фигурки главных персонажей фильма. Наборчик 4+, 76943. Погоня за Птеродонтом. 94 детали и цена 20 долларов. Простой набор, в котором можно заполучить главного героя и летающего динозавра. Набор 4+, 76944. Очередной побег Тирекса. 140 деталей и цена 50 долларов. А вот тут бы я обратил внимание. Потому что за совсем небольшую цену можно получить самого крупного динозавра серии. Три мини-фигурки, две из которых Оуэн и Зия. Простые постройки. Вообще, я хочу сказать, что серия Мирьевского периода примечательна именно фигурками динозавров. Радует их большое разнообразие и то, что некоторые из них с годами растут в цене. Вот такими анонсами нас порадовала компания Лего. Думаю, каждый из фанатов серии найдет что-то себе по душе. У меня на этом все. Если вам понравилось данное видео, подписывайтесь на канал. И вступайте в группу ВКонтакте, где мы выкладываем все новинки Лего и его аналогов. Всем пока.